Есть знания в невежестве, послушали песенки, там все правильно говорится, потому что в ведах описываются эти три вида знания, и люди испытывают счастье от этих трех видов знаний. Можно даже распознать человека, который вам, допустим, предлагает разные виды услуг. Вот, допустим, пришли к психологу, и, допустим, вы говорите, у меня такой муж прямо плохой. И он говорит, да конечно, так и есть. И вы говорите, он так вот делает, да-да-да, да-да-да-да. Это значит, какое небо голубое получается, вас разводят, как кроликов. Да, это что означает? Дурака не нож, нож, да, ему немного подпоешь, и делай с ним что хочешь. Теперь ипотека, это какое небо голубое тоже. Это жадность уже человека приводит к тому, что он отдает деньги, и влетает потом в долги жестокие. Потом дальше, на хвастуна не нужен нож, да, то же самое. Это тоже знание в невежестве. Когда человека ловят на то, что он начинает пробалтываться там, с ним ля-я-трой-ля, поговорили, он все рассказал. Ваши счета обнулины, или еще что-нибудь в этом роде. Поэтому можно распознать человека, который успеха хочет, счастья в невежестве, он подыгрывает тебе. Он не ведет себя честно с тобой. Ты видишь, что он с тобой немножечко так на твоих качествах играется. Это деятельность невежества или жизнь невежества. Жизнь страсти, это когда люди, они ловят друг друга на интересах. Вот, допустим, мне интересна такая деятельность, и мне интересно, давай вместе будем заниматься бизнесом, давай, нам нравится, во что вы влетаете. Будет обманывать вас человек? Нет. Он не в невежестве. Он просто, когда у вас будет успех, он будет перетягивать одеяло на себя, между вами потом начнутся раздоры, раздрайвы, делилово и разрушение бизнеса. Почему? Потому что вы связались с человеком в страсти. Или мотивы ваших отношений в деятельности в страсти находятся. То есть вы дружите по интересу к деятельности. Интерес к деятельности, это какая, благость или нет? Ну, допустим, вы работаете вместе, у вас интерес к деятельности, но мотивы ваших отношений, это строить храм, или у вас мотивы ваших отношений, допустим, это чистые, честные отношения, чистота, честность, порядочность. Вы мотивированы этим, качествами человека, он так тоже, так же с вами относится. Честный друг, верный друг. Поэтому вот эти вот знания, они очень цены, особенно для руководителей, для людей, которые выбирают все помощников, сотрудников. Надо смотреть, чем мотивирован человек в отношениях с тобой. Вот как отличается верный сотрудник от мотивированного деятельности? Вот чем отличается? Верный сотрудник как себя ведет? Он что-то просит? Он, когда трудно, он уходит от тебя? Когда человек в страсти мотивирован работой, он просит? Постоянно просит. И он что тебе говорит? А я тебе отдам больше. Ты мне дай, я тебе отдам больше. Он тебе отдаст больше? Дырку от бублика он тебе отдаст. Он поиспользует тебя и выбросит. А если человек подыгрывает тебе постоянно, льстит, значит тогда это уже мотивация в невежестве, это значит человек тебя будет обманывать. И он будет предавать тебя. Он будет с тобой поступать вообще нечестно. Поэтому очень важно рядом с собой, ну как бы людей иметь, те, которые правильно мотивированы. То есть есть три силы. Есть сила благости или счастье благости означает мотивация чем? Работай над собой. Вот это поэтому вы развиваетесь как личность и ищите себе друзей в этом направлении. Вот с кем поведешься, от того и на бары наберешься. Если с человеком на дискотеке познакомилась, значит мотивация какая? Наслаждением. Какая будет семья? В невежестве. Если на работе познакомилась, мотивация, страстью. Какая семья будет, значит страсть? Значит упашетесь и разойдетесь. Если познакомилась в храме, тогда семья будет в благости, тогда будет тяжело вместе жить, потому что будете развиваться, работать над собой, друг другу сначала придираться. А потом постепенно поймете, что такое правильно жить, прощать, терпеть друг другу начнете. И потом дальше. И так в благости, когда человек развивается в деятельности, в благости. У него сначала какой вкус будет? Горький, потому что он не наслаждается, он как бы служит людям, заботится обо всех, обламывается, его обманывают, кидают. Потому что хороший человек всегда, невежественные люди, как относятся с хорошим человеком? Они его пытаются надурить, они его считают дурилом. Невежественные люди хорошего человека считают дурилом. И так и бывает чаще всего, если хороший человек не распознал, что он с невежественными человеком не делает, его обязательно кинут. Страстный человек как относится к благостному человеку? Но невежественный хочет его обмануть сразу, развести, как кролика. Страстный как к благостному человеку относится? Использует, эксплуатирует. Останься еще, ты же хороший человек, останься еще, поработай сверхурочно. Вот. А благостный как к человеку благостному относится? Хорошо. Так, и значит, что значит успех для благостного человека? Просто, ну, ты, допустим, понял, что счастье, это когда ты всем служишь, всем радуешься, всех любишь, заботишься обо всех. Это не заканчивается твое познание, что такое счастье? Успех, ты успешным становишься? Вы говорите, Олег Геннадьевич, вот я стала таким человеком, меня все кидают, разводят, как бы у меня что-то вообще никакой жизни не стало. Поднимите руку, у кого-то как, вот вы всем слушаете, вас все кидают, поднимите руку. У кого такая жизнь? Ни у кого? Нет благостных. Нет благостных, все страстные. Это Сочи, детка. Хорошо, ладно. Никого не надурить. Здесь все нормально. Здесь русских нет. И смешанная национальность. Ладно, хорошо, я сучу с вами, не обращаю внимания. Итак, кроме того, чтобы правильно, счастливо заботиться о людях, что должен для успеха благостный человек знать? Он должен знать, как себя вести с невежественными людьми, что им не надо открывать свое сердце, работать с ними не надо близко. Если вам приходят с ними работать, значит это плохая судьба, надо постепенно уйти от таких отношений. Нет счастья в этих отношениях, не будет успеха. Никогда вы ничего хорошего не добьетесь. Когда вы работаете со страстными людьми, не надо открывать сердце, можно делать бизнес вместе, не надо доверять себя, свой бизнес страстному человеку. Можете сотрудничать просто вместе, как-то идти ногу об ногу. Но если перед вами благостный человек, чем он отличается, чем невежественный отличается от всех? Он всегда на понтах. Он всегда всех хочет, как бы, типа, ну что вы, давайте, как бы. Страстный человек, он всегда показывает из себя успешного человека, что надо мне доверять, я тут крутой, у меня пять дипломов, у меня как бы все ладится, смотри, как я работаю, плати мне больше бабок, будешь еще больше иметь от меня. Вот. Получите вы от этого человека выхлоп или нет? Нет, он научится рядом с вами и покажет вам весь мир. Полетите потом на все четыре столи. Отошмет бизнес у вас или научится у вас, и он полетит тогда, куда его надо. Вот. Ну, то есть, страстный человек тоже вам не поможет. Благостный человек как отличается? Он выглядит, ну, он выглядит хуже, чем невежественный, страшный поначалу. Невежественный вообще, он как бы, крутя-крутяком. Страстный он такой, он успешный, такой выглядит успешно. Но он будет кидать потом, со временем. Вы не сможете на него опереться. Благостный человек никогда не рисуется. Он показывает себя в деле. Вот, допустим, устраивается на работу невежественный человек. Как он себя ведет? Ну, да, он, ну, как бы, он, да, он просто дурит тебя в наглую. Он говорит, у меня связи там, то есть, все, пятая, десятая, там, он создает картинку, рисует, все очень красиво. Вот. Страстный человек как себя ведет. Он показывает дипломы, там, я могу, там, то есть, все, пятое, десятое. Вот, он, как бы, крутяк такой. Требует большую зарплату. Сначала деньги, потом стулья. Все. Вот. Благостный человек как себя ведет. Спокойный. Он изучает, что за дело, думает, сможет, потянет он или нет. Сразу включается, ну, честно себя ведет. Поэтому очень сильно на это, если вы решили благостной жизнью жить, и не знаете, как правильно относиться к этим людям разным, счастья у вас в этом мире не будет. Благостный человек и неразумный означает просто идиот. Наивный идиот. Благостный человек. Благость всегда подкрепляется только разумом. Разум означает, не можешь распознавать людей, никакого успеха в этом мире у тебя не будет. Ты никакой не благостный, ты просто наивный человек. Поэтому научись, пойми людей, и с ними относишься в соответствии с их категориями. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош. А меняются люди или нет? Да. Нет. Так, нет. Меняются их настроения. Люди сами не меняются. Вот, допустим, человек находится в настроении страсти, от него ничего не дождешься никогда. Человек находится в настроении вежества, от него ничего никогда не дождешься. Человек находится в настроении благости, тогда он меняется. Поэтому очень важно понять, в каком настроении человек находится, какая у него концепция счастья. Если у человека концепция счастья, типа, как бы весь мир вокруг меня крутится, я тут самый главный, это концепция в невежестве. Такой человек никогда тебе не поможет, ничего хорошего от него не жди, воспитать его невозможно. Если человек считает, что счастье это когда мы вместе, как бы вместе весело шагать по просторам, но я для себя живу все равно, то есть мы вместе, но как бы мы помогаем друг другу для себя жить. Это концепция страсти. Мы сотрудничаем с тобой, живем каждый для себя, вместе, и мы вот так вот радостно идем вперед. Что-то поменяется в жизни? Нет. Потому что у человека неправильная концепция. Когда человек хочет служить всем, заботиться обо всех, тогда будет все меняться. Но как с невежеством человека может все поменяться? Только если он попадает в беду и потом сам захочет меняться. Только так. Если он сам не захочет, даже в беде ты ему не поможешь. У страстного как человека все меняется. Если он осознает, что надо меняться. Осознание. Чаще всего тоже в беде, но иногда страстный человек понимает, что так жить лучше. У него иногда подключается. И он понимает, что вот так у него не получилось. Все равно ему надо влететь. Он должен почувствовать, что все плохо. А благостный человек меняется всегда. Он тоже ошибается, он развивается, но у него правильная концепция. И как определить, что у человека правильная концепция? Надо дождаться, когда у тебя трудности начнутся. Все хорошие люди с тобой останутся, а все плохие развалятся, разбегутся. И это и есть самое главное, для чего нужны нам страдания и решения в жизни. Потому что вся шлуха отваливается, все самое хорошее остается. Парня в горы тяни, рискни. Не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой. Там поймешь, кто такой. Ну, погоди, да? С вами? Если парень в горах не ад, если сразу расхиз и в них, шаг ступил на ледник и сник, а скупился и в крик. Значит, рядом с тобой чужой. Ты его не брони, кони. Вверх таких не беру, и тут про таких не пою. Как определить, что судьба тебе послала успех в жизни? Успех – это человек всегда. Если ж он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал за скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной. Значит, как на себя самого положить на него, если шел он с тобой, как в бой. Ну, давайте разберемся глубже в этом. Вот смотрите, допустим, как действует энергия невежества в семейной жизни. Как она действует? Дурманом слабким веяло от слова твоего. Поверила, поверила и больше ничего. То есть, энергия невежества в семейной жизни действует через дурман. Человек влюбляет, ничего не соображает, и все. Его потом… Это, пожалуйста, это Евгений Онегин. Это как Дэнди Лондонский одет. Наконец увидел свет. Дурман такой. Дурманит женщина такой. Дэнди Лондонский. Крутой парень такой. Без из себя, дурманит себя, обвиняет от него вся женщина. Ну, бросает, кидает. Там, убил своего друга. Чего за идиот вообще? Вот. И потом, когда она обрела себя, уже он начал вкрыпываться в нее. И потерял себя в конечном счете. Ну, слабый мужчина, слабый. Нету силы в нем. Она говорит, а я другому отдана, навек ему верна. Ну, ты все, и точка. Она поняла, на кого можно полагаться. Вот, интересно, теперь страсти, да, страсти семейного отношения. Не дурманит человек, но перспективный. Перспективный – это значит, что, как бы, лаптик-то будет угарить. Ну, то есть, от него можно что-то урвать в жизни. Такая. Перспективный. Отлично. Урвешь спинка под зад. Ну, если от первого будет измены, там, предательство, вообще даже семей не создашь с ним. От дурмана этого. Вот. То перспективный получишь циничное отношение. То же самое в работе перспективный. Бывает дурман такой, ой, как человек мне понравился, беру на работу. Значит, обманет. А перспективный, такой перспективный, такой человек перспективный на работу пришел. Значит, пинка под зад. Он разобьется рядом с тобой и... До свидания. Теперь. Как выглядит настоящий человек? Вот девушка настоящая, допустим, она выглядит перспективной. Дурманит от нее? Нет. Как она выглядит? От нее какая сила исходит? Манящая? Дурманищая? Или какая? Зури она материнская. Материнская, значит, будешь маменьким зыночком будешь. Вот. От нее исходит, исходит честность. От нее исходит порядочность, но она не вызывает наслаждение. Она вызывает спокойствие, уверенность, надежность. А кому это надо? У всех же хотят наслаждаться, какое спокойствие, или иначе, но нужно, конечно же, пожить. Вот. Ну, поживи тогда, нет проблем. Видите, в личной жизни все вламываются. Почему? Потому что всем хочется сильной любви. Пожалуйста, тогда получи и распишись. Сильную любовь. Означает, будешь страдать. Вот. Хочется успеха, да, в семейной жизни. Тогда получи цинизм. Циничные отношения. А когда надежные отношения, надежные, тогда это совсем другое. Это уже, это уже благостные отношения. Это человек скромный, прежде всего. Она, девушка, не выглядит, как все. Она, ну, верно себя ведет. Честно, порядочно, скромно. Значит, настоящая она. Настоящая. Но никому же настоящие не нужны. Всем хочется приключений в этой жизни. Себе на шею. Понимаете? Так действует судьба. Вот, допустим, если у тебя судьба невежественная в семейной жизни, ты к кого влетишь? Вот как определить, что у тебя невежественная судьба в личной жизни? Тебе хочется сильно любить. Сильно любить. Без любви не буду жениться. Любить. Знаешь, влетишь, и тебя бросят просто. Как это, свинтуса или свинью. Бросят просто, как скотину. Если сильно любви хочешь, значит, тебе дадут пинка под зал просто жестко очень. К обеду не жди твой песик. Все. Очень жестко. Если хочешь, как бы, хочешь нормального человека, чтобы нормально, там, семья нормальная, чтобы, ну, все было, как у всех, как у людей, тогда тоже любви не будет. Будут циничные отношения. Упахитаться будете, какие-то там, зарабатывать на квартиры, на машины. И потом разойдетесь, как море кораблей. А если хотите благостной жизни, надо сначала помудреть. Понять, как девушка благостной выглядит. И это уже с позиции знания ты выженишься. С позиции знания, а не с позиции желания наслаждаться. Потому что в семейной жизни особо не понаслаждаешься. Все непросто. Поэтому, думаю, выбирай. А с позиции знания ты уже благостная жизнь. А это уже непросто. А у нас во дворе Есть девчонка одна Среди шумных подруг Неприметна она Никому из ребят Неприметна она Я гляжу ей вслед Ничего в ней нет А я все гляжу Глаз не отвожу Есть дружок у меня Не боюсь я ребят А ни ночи, ни дня Ни крутых кулаков Ни воды, ни огня А при ней Словно вдруг вот это уже другое дело если хочешь как бы невежественной любви тогда пострадаешь будешь страдать если человек искренне верный что он тебя будет бросать зачем бросать если бросает значит что-то другое там ты нашел в себе и и и и За спиной растаял след охотных лыж, Ты услышь их музыку, услышь, Так от волшебного смычка такая музыка. Уведу себя, от дома уведу, На виду всех знакомых уеду, Уйду на радость и беду, Одной натягутой стаканной Себя замены с тобой, И сквозь года летишь за мной, Сквозь года летишь за мной. Как будто ангел, Законеты за спиной, Верни мне музыку, Без музыки до сна, Мы расстались, Но музыка осталась на годы и никакой жизни нет. Но это, видите, это такое еще Интеллигентное восприятие ситуации, Когда вот это в невежестве любовь. Любовь основана на очень сильном влечении, Таком болезненном. Понимаете, это никогда не заканчивается с семьей, Никогда. Точно так же на работе, Тоже в деятельности. Сильно понравился человек, Такой классный человек этот. Все, дальше будет только хуже. Человек должен какие чувства вызывать? Спокойные. Он честно выполняет свой долг, Но вызывает восторг, Ох, как ты классно все выполнил. Нет, просто вот чувство уверенности человека, Спокойствия, твердости. Классный человек. Значит, хорошую судьбу несет. Знаете, как Матерек гибнет? Он летит на свет. Почему? Потому что у него очень сильное счастье от света. Он балдеет от света, ему нравится свет. И он сгорает на свету. Слон, у него единственное как бы счастье Это половые отношения. Он весь неуклюжий такой. Сексом любит заниматься. Нормально. И он попадает. Просто слонику как бы приучают. Она в стойло его забудет. И все. Его не надо ловить. Он там много том животное. Попробуй его спормать. Свежи. А за слоникой он сам заходит. И все. И становится пойманным. Олень он любит звуки леса. Поэтому такой грациозный. Слушает постоянно. Его флейтой. Вот зачем рожок эти все флейты у охотников. Они оленей заманивают. Они прибегают и их пип-пах, ой-ой-ой. А человека вот это чувством любви можно заманить. Понимаете? В сети поймать человека. Чувством любви. Я пытался уйти от любви. Я брал острую бритву и вправил себя. Я укрылся в подвале. Я резал кожаные ремни, стянувшие слабую грудь. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. и так мои хорошие успех деятельность разберитесь чего у вас там внутри если вам сильно хочется купить квартиру прям это значит все будет очень плохо перед вами невежественное чувство вам не видать этой квартиры своих денежек тоже как своих ушей как это все получится ловкость рук никакого мошенничества вот посмотрите как судьба вас отведет вокруг пальцев теперь второй вариант вы хотите вас желание не сильное у вас просто вы хотите как это буратино посмотрите фильм там там черепаха тортила ну как бы играет родом черепахи она говорит о тебе дуримар говорит он она не ключик показывает он бредами ключик дает она же а чего ты хочешь я сначала я спрошу чего ты хочешь счастье или денег она не спрашивает насколько в этом плечике золото там без а ты мне скажи то есть он вопроса не понял я даже в детстве ему понял этот вопрос потому что есть разница между счастьем и денег если ты хочешь денег от работы значит тогда конечном счете получишь усталость у тебя не будет свободном времени будешь упахиваться разрушатся твои отношения у тебя разрушится здоровье никакого счастья у тебя не будет если у тебя будут деньги в лучшем случае все равно от этого ничего хорошего не будет потому что кроме денег у тебя не останется ничего понимать этому успеха тоже нет поэтому разберись чего ты хочешь сначала если ты хочешь денег они счастья значит тогда счастья не будет а если хочешь счастья тогда она получается вот так сразу начни желать всем счастья начни кормить птичек под окном каждый шаг к счастью это аскеза вот заставить себе насыпать хлеб птичкам гораздо легче чем заставить себя пойти там упахаться на работу гораздо тяжелее вернее то есть насыпать хлеб птичкам тяжелее подать нищему тяжелее чем заставить себя там картошку себе копать на огороде понимаете все что мы делаем для себя это все счастье не приносит это просто борьба за существование счастье начинается с того что человек заставляет себя делать то что практически бесплатно желать всем счастья бесплатно но это дает счастье кормить птичек практически бесплатно это дает счастье и это счастье люди не понимают современном обществе они думают что счастье тут покатся как и шаг вот тебя все бросили остался без штанов без денег без людей и ушел из жизни несчастном состоянии красноярские перед лекцией увидел как бутылки такой разрезик небольшой там внизу лежат семечки и порогушки взлетают клюют и вылетают и там я подумал где-то нужно где-то наверное минут 40 50 чтобы все эти семена выклевали потому что спрос был очень сильный было холодно и птичкам хотелось кушать а кушать нечего и они вот нашли эти семена и клевали и когда я пришел с лекцией увидел что опять полные семян . это значит что кто-то постоянно подсыпает я начал смотреть в окна и увидел там бабулечку красотулечку которая смотрела на птичек это единственное чего не в жизни осталось просто можно кому можно служить ее глазами были наполнены счастьем и любовью на смотрел как птички клюют семена и она чувствовала что она живет не зря вот у нее уже нет сил она не может ходить она не может работать понимаете но она может быть счастливой все равно не достаточно просто выйти на улицу посыпать семена бутылочку и смотреть как птички клюют вот это называется жизнь благости до последнего делать что-то хорошее вот если ты можешь птичек кормить кормить птичек может желать всем счастья желать всем счастья можешь кому-то одежду дать нищему да одежду нищему можешь еще чего-нибудь это сделай благостные люди они счастье получают гораздо быстрее и лучше чем люди которые пашут там работают потому что они счастливы просто от того что они поняли что такое счастье а дальше никто не мешает им быть богатым вот если человек по судьбе допустим положено быть руководителем нам сначала стать благостным человеком нам сначала научиться любить людей заботиться для руководителей что такое забота о людях это означает как мать заботиться как мать вот тут есть два способа руководить 1 по 3 способа один способ невежестве это вызывает только оскомин шахте молчать лежать сидеть скоты человек невежестве он просто гребет деньги насилует людей страхи держит и они устают от такой работы уходят ждут чего-то там не дождаются уходят страдают дальше руководство страсти там создать иллюзию такую белая фонда 772 кто хозяин вот какая красивая девушка 2 вариант страсти создают иллюзию такую у нас тут от первого там все как бы все такие коль как шелковые там все у нас и стиль вот работаем как ишаки делаем вид что у нас все хорошо улыбаемся корпоративные вечера у нас стиль целые страны также люди прямо мечтают туда приехать потом пашут как кишики и уверены что у них крутая жизнь по 10-12 часов пашут газа нет писать надо в этих душах чтобы экономить воду ну я так утрирую у меня сестра живет в италии она рассказывает там что за жизнь другая сестра в израиле тоже упаковка крутая жизнь ну чё там за крутая жизнь работать много надо ну везде нормальная жизнь в принципе кому как нравится ты карты висит нормально все хорошо чуть чёрт плохо слышно что а давай сейчас поближе его подвину по максимуму и ну как бы люди вот уверены что если они создадут имидж вот такого нас крутая фирма наши все придут какие люди придут тоже такие же на имиджи и сильно так будешь работать на имидж счастье не будет будете пахать вместе просто добиваться бабок а когда слетает такая фирма когда начинается успех прибыль идет то все сотрудники начинают хватать деньги потому что все нацелены на жадность на деньги понимать успеха не будет когда успех это когда ты поняла как надо настроиться самой если для тебя деятельность это не угнетать людей не создавать вот эту иллюзию и там всех на законы сажать там работать столько это денег только не будешь там туда все или ты на страхе сажаешь людей это невежественная жизнь все в страхе живут или на законы типа у нас имидж у нас круто законы какие-то законы не следуешь уволен им персональные отношения нет личности ничего как бы просто пешка пашешь карпишах из тебя потом выкинули вот это страстная работа страстная жизнь нет счастья внешние иллюзия иллюзия есть счастье счастья нет дальше невежественная жизнь ой благостная жизнь благостный руководитель к россии начала качестве личности начинает людей как мотивирует мотивирует добрыми отношениями стабильностью заботой много денег платят нет средний платит но люди работают то что им хорошо и приятно там такая среда хорошая димите руковод коллектив хорошим работа приятно с людьми то благостная среда и развивается такая деятельность конечно развивать потому что всем нравится сладкий аромат исходит от допустим если хлеб пекут в такой среде все эти этот хлеб будут покупать с удовольствием потому что от него исходит счастье если это ресторан значит все будут туда приходить кушать если это там какие-то компьютеры значит они тоже будут притягательны потому что приятным таких будет работать все что делать с любовью всегда дают успех и деньги тоже там есть но только успех приходит с разной скоростью вот благостные отношения ничем опасно люди сразу начинают наглеть вот если по доброму к ним относятся начинают сразу тебя на 1 легче так я хотят ноют там и поэтому с ними надо дистанцию выстроить если ты не умеешь правильно себя вести с невежественными страстными благостными любит то ты будешь страдать сильно когда ты будешь вести себя по благости если ты дистанцию выстроил невежественных людей вообще на расстоянии на жестком там на законы и не хочешь уходи страстные люди тоже так дистанция работы сколько надо там денежка на высокие должности не ставить ответственность большую не давать благостных людей видишь скромный человек старается работать он не будет таким эффективным как страстный потому что у страстного человека все идет в развитии он на заточен на развитии для себя но тебя кинет в конечном счете но благостный человек он не заточен на развитии он заточен на верность на отношения у него энергией идет качество поэтому немножко подожди вот он тебя есть такой человек ты его развивает его обучай ты ему вкладывая него и постепенно стать верным на кота но он не вызывает благостный человек сильных чувств таких о какой крутой это страстный такие вызывал или ностальгии такие знаете невестные люди они на что садятся на то что ты его любишь он тебе нравится человек он наглеет начинать пользу с тобой допустим ребенок который ты любишь как невестные дети вырастают любимчик ты любишь ребенка балуешь его и он потом дальше тебе пинка под зад садится на шею и работать не хочет там потом одни страдания с ним страстные отношения с ребенком какие это стимулируешь его конфетками там машинками там заселом потом тоже стимулирует вырастает мама дальние столько дай мне денег столько вот я тебе приду в гости на торт ты мне за займы дашь денежек тогда приду а если нет тогда меня когда стимулирует тебя а благостный ребенок строгости воспитывается по-доброму строгости и он верно тебе потом будет относиться заботиться о тебе всю жизнь но он не вызывает благостный ребенок не вызывает сильных чувств вот страшно вызывает крутой ребенок у меня невестный просто я обожаю его благостный ребенок хороший человек черный бнв 950 чувствуется у нас сегодня аншлаг на лекции машин некуда ставить хорошо о чем мы сегодня с вами говорим мы говорим об успехе успех зависит от двух вещей прежде всего настроение человека в котором он работает еще раз повторялись настроение себе урвать все есть настроение какого внешнего развития и внутреннего развития внешнего развития вкладываться во внешнее развитие учиться больше крутую специальность освоить как бы там как бы все очень круто вот упахался из долл невестное развитие это не по вклеточку заканчивается все примерно так криминальный бизнес или теперь оправдываться поздно посмотри на звезды посмотри на это небо видишь это все в последний раз вот или вот такой вариант фениталя комедия вот лакостная начинается то есть самый быстрый бизнес какой развивается быстрее всего не версты это табак табаком торгуем там на бирже как бы ставки ставим биткоины еще что-нибудь такое закрутим быстренько очень пошло все лайфхак словил вот да заканчивается все заканчивается печально начинается все быстро заканчивается печально страсти деятельность civilians дает успех результат быстрее нет она быстро дает начала развития развивает начинается всё быстрее, ипотеку взял, все очень быстро, потом заканчивается все медленно и тяжело, и тяжело, понимаете, засасывает скрасно, засасывает. Благостная деятельность начинается быстро? Нет. Развивается быстро? Нет. Дает какой результат? Стабильный, долгий и хороший очень. Вот, допустим, как бизнес благости? Подбирается хороший коллектив, делается какая деятельность, которая очень нужна людям? Допустим, хлебный магазин, он быстро разобьешь? Нет. Быстро прибыль будет? Нет. Если ты сделал этот бизнес хорошо, твой хлебушек все будут приходить покупать, у тебя будет стабильная прибыль, все будут счастливы, там улыбаться твои продавщицы будут, все будут, кто печет хлеб, тоже будут счастливы, потому что деятельность благости, или молокозавод, допустим, полезная очень деятельность для людей. Разорится молокозавод, вот, допустим, все встало, там, всех мужиков, как бы, мобилизовали, некому работать. Молокозавод встанет? Нет, потому что все кушать хотят. Будут работать подростки, значит, женщины, бабушки. Кто-то будет там работать все равно, потому что, как бы, как-то, а кушать хочется всегда, да? Как? Любой приходит, а кушать хочется всегда. Вот. Ну, то есть, поэтому, благостный бизнес, это тоже лечение, допустим, хорошая больница. Все разорится, все же лечатся, тоже, как бы, это никуда не денется. Но это все развивается очень медленно. Сельское хозяйство очень медленно развивается. Лечение, детские сады, школы, очень трудно развить школу хорошую, допустим. Это очень большой труд, но это большое счастье, потом с детьми работать. Много счастья, радости. Дети тебе говорят, спасибо тебе, учительница, за то, что ты вот такая и все прочее. И ребенка воспитывать в благости тебе легко? А что такое в благости воспитания? В невесте что такое воспитание? Стоять, молчать, лежать, скотина. Вот. Дальше легко будет с таким ребенком? Он то же самое тебе потом скажет, когда вылезет. Теперь, страсти воспитания. Ребеночка стимулировать денежками и так далее. В элитный колледж его отдать. Что там ему в элитном колледже превью? Любовь к деньгам, к успеху, к власти. А любовь к развитию над собой, работать над собой, привьют ему? Нет. А для того, чтобы благостно ребенка развивать, надо что? Нужно сначала доказать ему, что ты хороший человек. А это означает, нужно правильно жить, работать над собой. Если ребенок гневается, значит нужно сначала ему простить, а потом с ним общаться. Если он получил двойку, сначала простить, а потом ему объяснять, что с ним разговаривать. То есть для этого нужно очень сильно трудиться, молиться, работать над собой. И постепенно ребенок сначала понимает, что ты хороший человек. Он начинает тебя уважать сначала. Потом ты создаешь атмосферу спокойную в доме. Означает, что у него включается разум. Когда на истериках вы живете, разум, когда у детей не включается, они разумными не будут, успешными не будут. Успешный ребенок означает, у него включен разум, означает спокойная среда в доме. Спокойная значит, вы перевариваете свою судьбу. От чего беспокойство? То, что судьба плохая пришла, все в истериках. Вот допустим, чем собачка от человека отличается? Собачке плохая судьба пришла, она орать начинает сразу. А человек чем отличается от собачки? Он должен принять судьбу и терпеть. Он должен научиться быть счастливым на фоне всеобщей мобилизации. Или как? Мобилизация? Нет, мобилизация. Неправильный вариант. Надо учиться быть счастливым. Какая бы судьба ни пришла, никто ни в чем не виноват. Пришло такое время. Понятно? И если человек не понимает, что валится судьба сейчас на землю русскую, и судьба валится, и он в этом ситуации должен дальше жить, тогда все рухнет, у него еще хуже все в жизни будет. Кто попадает в беду? Две категории людей попадают в беду. Одни пугаются, а другие слепнут. Запомните, тем, кто пугаются, и те, кто слепнут, все впадают в беду. Те, кто трезвые остаются, спокойными, трезвыми, рассудительными, правильные решения принимают в жизни, остаются в нормальной ситуации в жизни. Но даже, когда человек принимает решение защищать Родину, если действительно это для него, ну, это должно прийти от сердца человека, понимаете? Невозможно человека заставить быть смелым, храбрым, верным. Это невозможно. Но если человек хочет вот так-то защитить Родину, и он храбрость проявляет, то Бог награждает его рай, райской планеты. Но если человека заставляют умирать, то вряд ли для него это будет счастье, понимаете? Поэтому нужно принять судьбу, учиться принимать судьбу. Ну, сейчас первое, что мы должны принять, мы уже не будем жить как раньше. Со вчерашнего дня мы уже не сможем жить как раньше. Пришло другое время. Оно очень сильно отличается от того, что было. Вы еще узнаете об этом чуть попозже. Время уже чувствуется, но это узнается попозже чуть-чуть. Скованность жизни будет колоссальным в России. Ну, и люди станут лучше. Они будут ценить верность, ценить любовь, ценить чистоту. Когда приходит тяжелое время, то люди становятся очень чистыми внутри. Они от страданий очищаются или ломаются, становятся, спиваются, умирают, разрушаются. Или становятся очень чистыми. Чистыми становятся только те, кто принимает судьбу. Чистыми становятся только те, кто принимает судьбу. И у детской кроватки тайком, ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих мастовых глаз, Как я хочу к ним прижаться теперь, У баби темная ночь разделяет любимая нас, И тревожная чёрная степь пролегла между нами. Кто может быть успешным в тяжёлое время? Так про детей-то говорим, да? Вот ребёнок уже тебя уважает, Он видит, что ты хороший человек. Дальше с этого момента ты начинаешь ему рассказывать. Не стесняйся ему рассказывать и по всём. Он начнёт в этот момент, он станет почемучкой. Потому что дети боятся родителей в основном, ничего не спрашивают. Но они хотят всё знать. И если ребёнок тебя спрашивает, говори ему честно, правду. Но только по-детски объясняем ему всё. Что люди не живут вечно на Земле. Они превращаются в ангелочков и летят на другие планеты потом. Не надо ему рассказывать, что там, как бы, тело гниёт, потом воняет. Не надо ему рассказывать о чём-нибудь. Вот человек уходит из жизни, он становится ангелочком, летит наверх. И всё вот так вот. Надо честно рассказывать. Детям надо всё рассказывать честно. И вот рассказывать, и рассказывать, он будет слушать. Потому что вы для него первый учитель. Родители нужны для того, чтобы рассказывать детям, что такое жизнь. Как устроен этот мир. Воспитание тоже, этот процесс очень добрый и терпеливый. Если ребёнок получил двойку, надо с ним сесть, поговорить. У меня в памяти осталось всего лишь несколько моментов из учёбы. Один момент такой, очень яркий. Я помню, это было во втором классе. Мне было всего 8 лет. 49 лет назад это произошло. Появились такие книги на суше и на море. Такие толстые, красивые, большие книги, энциклопедии. Там всё было интересно. Про зверей, про растения. Очень много интересного. И таких книг вообще не было в Советском Союзе. Вообще это была красивая, редкая такая книга. Очень иллюстрированная. И она стояла в школе, в библиотеке. Она не продавалась в магазине. А если может быть и продавалась, то она, наверное, очень дорогая. И родители могли такую книгу купить. И я, когда был в группе продлённого дня, я брал эту книгу, когда выучивал уроки, уже и читал её сидел. И потом я подумал, ну столько времени я теряю дома без книги. И решил её почитать дома. Когда учительница спросила, а кто взял книжку, то я не ответил. Хотя она смотрела на меня и вот так спрашивала, кто взял книжку. Мне 8 лет как-то, мне очень трудно понять, что это именно касалось меня в данном случае, что кроме меня её никто не читал, коню понятно, кто её взял. Я не ответил, потому что я подумал, что если я принесу книжку, то опять я дома не смогу читать. И вот у меня будет время пропадать зря. В общем, я обманул учительницу. И потом она позвонила к нам домой, говорит, я хочу посмотреть, чем занимаются вне уроков мои дети дома. У меня рей такой. Ну и мама говорит, конечно, проходите, вот посмотрите, чем он занимается. А он чем занимается? Сидит, читает книжку, конечно же. И учительница, она села рядом со мной, я такой покраснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать. Вот. Я такой. Она сидит, села со мной, говорит, Олежек, книжка интересная? Я говорю, да. Ты, говорит, целый день её читаешь после школы? Я говорю, да. Тебе нравится она? Да. Это ты её взял? Да. Ну ты её принесёшь в школу назад завтра? Да. Да. Ну ты не будешь больше без спроса брать? Да. Но я вам рассказываю не об этом сейчас. Я вам рассказываю о доброте человека. Она не ругалась. Она просто обучала меня честности. И вот этот урок, он остался высоко. Вот всё остальное ушло, а вот это осталось. Потому что она переварила меня. Если бы она пришла, ах ты скотина, ты чё, меня обманул? Там, понимаете, то это бы не осталось. Осталась доброта. Вот это называется воспитание. Но это очень трудно. Это надо себя заставить. Ведь обидно же, когда тебя обманывают ребёнок. А вот взять и, как бы, благородно повести очень трудно. Понимаете? Бывает, конечно, дети перешагивают черту и они ведут себя цинично. Тогда другое поведение нужно. Нужно наказывать. Ну, в данном случае я просто искренне повёл себя таким образом. Потому что я ещё не понимал, что такое воровство до конца, обман. И потом она дала мне это знание. И оно до сих пор осталось в сердце. Ну, то есть, на следующем этапе ребёнка обучают, просто старший обучает. Если он переходит в сердцу, тогда с ним не разговаривает, наказывает его умолчанием. Потому что отношения такого старшего для ребёнка очень ценны. Очень ценны. И если с ним не разговаривают, старший он обязательно поймёт, в чём дело. Обязательно. Ну, перешаги к черту означает обман. Такой уже наглая ложь такая, когда ребёнок начинает курить, пить, ещё что-то. Тогда уже очень строгое поведение. Твёрдость духа надо проявлять, чтобы отвалилась это от ребёнка. Вот эта мерзость какая-то. Вот. И следующая стадия, уже он начинает тебя настолько уважать, что ты просто ему говоришь какие-то ценные вещи, и он на всю жизнь напоминает эту. Это уже наставнический уровень отношений. Но это надо развиться таким человеком, стать, чтобы ребёнок с платформы разума, он начал уже с тобой общаться. Но это тогда даже в грантный период, когда ребёнок половой созревания, у него крыша всё у всех рвёт, он даже в это время будет всё равно уважать старших. Может, у него чуть-чуть крышу сорвёт, потому что половая энергия, все вкусит. Но он всё равно останется человеком в конечном жизни. Понимаете? То же самое в деятельности. Если ты развиваешься правильно, благостно в деятельности, концепция правильная, служить людям, заботиться от других, развитие постепенное, не надо хватать ничего, быстро вкладываться в людей, строгость плюс доброта вместе одновременно, то тогда счастье приносит работа. Коллектив хороший, вот какая ценность в руководстве. Забота о людях, хороший коллектив, добрые отношения, верность, чистота. Деньги – это что такое? Это жизнь, Алигнать, это жизнь. Вот. Деньги – это что такое? Энергия. Это подарки, подарки. Человек должен думать о подарках, когда он что-то делает. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Сегодня вам дам очень важную информацию. Вам нравятся мои лекции или нет? Понимаете или нет? Совсем все по-другому. Когда ты хочешь дарить, тогда это одна жизнь. Когда ты думаешь о результате, это совсем другая жизнь. И как не думать о результате? Для этого надо просто действовать с платформой знания. Вот когда, допустим, родители воспитывают ребенка классным человеком, они что, думают о результате, что ли? Да нет, они просто хотят, чтобы он развивался нормально. Служит ему, им нравится, что он так развивается. Чем он станет, известно. Когда люди в страсти, они хотят результата. А когда в неверстве, они ничего не хотят. По-барабану ребенок, он живет как бы, как живет и все. Я был когда-то странной, Игрушкой безымянной, Которой в магазине никто не подает. Теперь я чебурашка, Мне каждая дворняшка при встрече Сразу лапу подает. То есть, видите, есть невешанная жизнь, Неперсональные отношения, Есть благостная жизнь, Это лапу подаешь друг другу, Добрые отношения, Есть страстные отношения, Это деловые отношения. Деньги, это всегда Или проклятие, Это в невежестве. Чем больше у человека в невежестве денег, Чем больше он проклят. Лучше, чтобы у него вообще ничего не было. И поэтому в основном все невежественные люди, Нищеброды. Бог любит их, И поэтому не дает им ни копейки. Потому что деньги всегда пропипают, Тратят всегда не так, как надо. Деньги, пища, это милость. Сам не съел, другим отдал. Ну, то есть, или можно сохранить, сохранил на будущее. Это милость всегда. Пища всегда по назначению уходит. Правильно? Ты из пищи же не будешь там дом строить. Ты будешь кушать. На бирже ее не торганешь ей, да? Пищей. У страстного человека деньги, это что такое? Это увеличение его амбиции. Чем больше денег у страстного человека, Тем он круче, как бы он такое-то. И благостного человека деньги, это зачем? А? Помогать. Помогать людям. Заботиться во всех. Делать добрые дела. Ну, и кому Бог больше хочет деньги давать? Кому? Че, поэтому благостный людь сам богатый? Нет. А в чем дело? Почему благостные люди самые богатые? Делиться это одна причина. А есть еще другая причина. Потому что Бог больше всего боится их испортить. Поэтому благ, благостному человеку Бог дает столько, Сколько надо, чтобы человеку не повредить. Запомните. Поэтому благостный человек всегда развивается. Настолько, насколько им нужно, чтобы быть счастливым. И не надо ничего хотеть больше от жизни. Деньги это награда. Запомните. А награду никогда не надо хотеть. Желайте здоровой жизни. Это первое, что надо желать. Желайте счастья в жизни. Счастье это бесплатная вещь. Это радоваться солнцу. Радоваться Сочи. Радоваться людям. Радоваться лекции. Радоваться, что еще в Сочи не прилетают ракеты. Надо радоваться, пока еще не прилетают. Мы же привыкли к миру. Мы же не знаем, что бывает по-другому все. Но радуйтесь миру, вот еще пока в Сочи ракеты не прилетают. И слава Богу. Вот даже самолеты летают. Представляете, как классно. Спасибо Бог за лунный свет. Это благость. Благость это когда человек чем занимается в жизни. Успешный человек чем занимается в жизни. Он заставляет себя вспоминать, что у него хорошее в жизни. И заставляет забывать, что плохое. Потому что когда человек помнит плохому, куда его засасывают. Дерьмо. Плохая судьба начинает хватать его за жабры. В лучшем случае. Вот. И засасывает его. Память. Через память все действует. Память. И зачем люди молятся, для чего? Что они, делать нечего? Может у них работы нет? Просто время заряд брать. Они с силой переключают свою память на успех. На удачу. Это насильственность. Заставление. Потому что судьба действует через память. Чем больше ты думаешь о плохом, тем будешь больше в дерьме. Тебя засасывает. Вот допустим с близким человеком. Когда ты думаешь о его недостатке. Дальше через это судьба тебя засасывает. И ему плохо рядом с тобой. Тебе плохо. Вы начинаете козни друг другу строить. Так все хуже, хуже, хуже. Потом война уже, ракеты летают и так далее. Когда думаешь о хорошем человеке, пусть не в этом. Если в этом ничего не можешь думать, ну в другом каком-то думай. Ведь вот допустим, вот смотрите, хорошего же очень много вокруг. А мы сосредотачиваемся только на одном плохом и думаем только об этом постоянно. Представьте, как человек устроен. Вот куча у него хорошего в жизни. У тебя вот это хорошее, да, вот это хорошее, вот это хорошее, вот это хорошее. Я говорю, но, но, знаете, как легко человеку помочь? Вот допустим, женщина встает, али иначе, у меня муж вот то-то, то-то. Я говорю, у вас муж вот это? Да. Вот это? Да. Вот это? Да. Я хорошее перечисляю в мужа. И вот это? Она говорит, да. Но. Я говорю, стоп. Женщина, поднимите руку, кто вот за такого человека бы по-любому вышел, даже если у него есть и куча просто рук. Она, ну ладно, все, я поняла, я сажусь. Она даже не задала вопрос, что там плохого в нем. Она просто поняла, что она не о том думает. Поэтому что такое молитва? Когда человек вытаскивает себя из лап судьбы, он заставляет себя, человек заставляет думать о том, что хорошее есть. И плохое начинает постепенно сначала в сердце уходить. Это первый этап победы на судьбе. Спокойствие. По поводу плохого все будет хорошо. Потом дальше знание приходит. Это у тебя уже связь с плохим вот такая, на уровне знания приходит. Ты уже знаешь, что с этим ты разберешься. И третья стадия это победа уже над плохим. Но победа над плохим всегда бывает с помощью хорошего. Вот если тьма пришла, ты можешь темнотой ее победить? То есть ты о тьме думаешь как тьма, получается тьмы больше, да? А если ты свет на тьму, значит, что с ней происходит? Нет. Спасибо Бог за лунный свет, за дивный мир других планет, за каждый мир, который проживу я. За радость, грусть, за свет и тень, за самый лучший в жизни тень, за каждый новый всток мой. Аллилуйя. Кого спасибо не возникает, значит, вы находитесь в состоянии аффекта или влияния плохой судьбы. Настройтесь на спасибо. Олег Геннадьевич, какое спокойствие, вы что говорите? Значит, будет еще хуже? Аллилуйя. Спасибо, Бог, что ты со мной На каждый новый день земной За всё, что в этом мире, так люблю я За шум листвы, за дождь и снег Идут неумолимый бег За свет по макошке, аллилуйя Аллилуйя, аллилуйя Прости, что эти люди сны Что в мире с умраканин выживут Всем вопреки с тобой, аллилуйя Поздно быть, простить, любить И жить добро, и просто быть Во благо отдышите, аллилуйя Аллилуйя, аллилуйя Аллилуйя, аллилуйя Спасибо, Бог, за лунный свет Дайте мне в других воле Смелость — это признак успеха Но смелость не в том, чтобы кого-то поругать А смелость, допустим, чтобы признаться в любви Или похвалить человека Или подать ему руку помощи Или поддержать Такая смелость — это очень сложно Благость — это непросто Нужно иметь много сил Чтобы быть благостным Но нам проще ругаться И обижаться, и злиться Но это неуспешная жизнь Мама, мама На ее сердце Я твои целую руки Мне с тобой тепло, как в детстве Я люблю тебя Образ твой, когда не старает Всего виска спустая И усталости не знает Эта душа твоя Как любит твой голос нежный, мама Не молитвы ты читала Их разлуки так мне не хватало Бог хранит тебя Как люблю твой голос нежный, мама Не молитвы ты читала Их разлуки так мне не хватало Бог хранит тебя Мы разок к маме пришли домой К моей И жена такая смотрит на меня Такая на колени встает Кланяется и говорит Мама, я тебе кланяюсь На меня говорит Кланяйся маме Я такая, опа Попал в засаду Встал на колени Очень трудно быть смелым В правильных вещах А в неправильных мы всегда на понтах Очень Поэтому Но это и дает счастье Это запоминаются Такие поступки А все остальное Не запоминается Первый раз, когда я в молодости Экспериментировал Просто мне интересно было Смогу ли я покланяться Богу в храме Я зашел в храм И Никогда в жизни не вставал на колени Я такой Я прямо вспотел Начал на колени вставать Какая-то, так тяжело было Еще потом покланяюсь Ничего себе Тяжело как Ну, то есть Это Все, что настоящее Когда делаешь Правильные вещи То очень трудно Но зато потом Память Очень светлая Остается Хорошей Неверстный человек Стремится к работе Нет Он хочет не работать И жить нормально Результат какой Он деградил Страстный человек Стремится к работе Да Он пашет, как и шар Он Стремится к работе Думает, что это поможет И потом не работать Нет Не поможет И не работать Это тоже не жизнь Благостный человек Стремится к работе Нет Благостный человек Стремится К тому, чтобы Работать над собой Он ищет время На это Свободное Он стремится Чтобы работу Превратить в служение Он стремится Работу Превратить в счастье Он не хочет Пахать Он хочет делать то Что ему Приносит счастье Другим приходит То есть Счастье Он ищет Такой жизни Он пытается Начать Заняться Отзываться Деятельностью Деятельностью Которая будет Для него Очень В жизни Давать ему Очень большую Чувство удовлетворения И часто люди думают Что удовлетворение Означает Больше денег Там будет Больше власти Успеха Но где Не найти такую работу Олег Геннадь Что получить удовлетворение Ты не найдешь Такую работу Для этого Надо сначала Трансформировать Свои мозги Потому что Даже если Трансформируешь Свои мозги Ты все равно Не найдешь Такую работу Которую даст Ублетворение Потому что Ты еще не достоин Такой работы Потому что Есть разные Платформы Развития Первая платформа Хобби Это платформа Когда человек Просто наслаждается Трудом И его труд Никому не нужен Вторая платформа Это деятельность По способностям Когда человек Что-то научился Делать Он может Денежку зарабатывать И он мотивирует Эти денежки И он работает Ради денежки А третья платформа Это когда человек Уже отходит От деятельности Потому что Он понимает Что он там Счастья не испытывает Он отходит От деятельности Ради того Чтобы заниматься Духовной практикой Работать над собой И для того Чтобы выйти На такую платформу Чтобы начать Заниматься деятельностью Которая бы была Для людей А не для себя А деньги были бы Как результат О котором Не надо думать Вот допустим Человек благости Зарплату получает Да Потому что Есть люди Благости От них не надо Зарплату получать Они и так Тебе дадут деньги Люди Страсти От них надо Получать Зарплату Обязательно А люди В невеже Тем более Потому что Они обязательно Тебе обманут Человек благости Получает зарплату Но он думает Об этом Нет Думает о том Как Быть счастливым Потому что Он уже понял Что Успех Это когда Ты научился Отдавать себя людям А деньги Являются Сопутствующим Фактором И к ним Не давайте Нет Если тебе Человек Не даст Деньги Он пойдет В ад Тебе надо Заставить Его давать Деньги Но не надо Привяться Не надо Думать Что Самое главное Для тебя Эти деньги Когда будет Много денег У человека Благости Деньги В страсти Приносит Человеку Счастье Нет Они его Сковывают Чем больше денег Тем больше Пахать будешь Эти деньги Вложишь Новый бизнес Новый бизнес Заставит Тебя больше Работать Больше Работать Тебя заставит Новый бизнес Новый бизнес Еще больше Денег Потом еще Больше Работать Пока Не сдохнешь Это В ветках Сравнивается С ослом У которого Морковка Висит Он как бы Чем быстрее Разгоняется Тем морковка Ближе Вот оно Счастье Уже Но потом В какой-то момент Она отлетает И он Он только Остановился Чтоб ее съесть Она Улетела И он опять За ней бежит А в это время Турбина Крутится Так вот Осел Он не просто Бегает Он бегает И вращает Воду Которая На поля Идет На рисовые Ну то есть Как С помощью чего Орошали В древней культуре Рисовые поля С помощью С помощью Желания Ослы Пожрать Морковку Турбина Но если Берешь Мечту Мечту Себе Вместо Крегита Мечту Тогда Надо Меньше На работе Думать О деньгах Вот это Первое Что нужно Сделать Нужно Переключиться Вот ты Меньше Работ Не Можешь У тебя есть Кредиты Ты Уже Как бы Орбощен В какой Степени Но это Не значит Что ты Прямо Сейчас Несчастным Должен Стать Умереть От Инфаркта Микарда Вот Такой Рубец Вот Нет Ты Можешь На работе Начать Желать Части Людям Работать Для того Чтобы На благо Других Делать Что-то Понимаете Ты можешь Работать Для счастья Других Улыбаться Людям На работе Желать Всем Счастья Прощать Обидчиков Хорошо Относиться Уважать Старших Заботиться О младших Начать Жить Благостно Жизнь На работе Уже На работе Станет Хорошо Потом Отвяжись От мыслей О деньгах На твоей же Работе Увидишь Как тебя Начнут Уважать Повышать Просто само собой Успех Сразу Пойдет Тут же Вот Насколько Ты станешь Лучше Настолько Больше Успеха Все Все Увидят Не то Что тебя Не ценят Хороших Людей Не ценят На Хороших Воду Возят Но Если Ты Не понимаешь Как Относиться К благостным Страстным Невежествам Тогда Конечно На тебе Будут Возить Возу Когда Ты будешь Не добрым Человеком Простоком Простофили Но Стань Человеком Не позволяет Себя Унижать Никому Если Тебя Предают Наказывают Если Деловые Отношения Строют Не Приближайся Если Добрый Служит Такому Человеку Все Закон Такой Нельзя Его Пытаться Как-то Изменить Потому Что Три Слой Жизни Поменять Человека Ты Не сможешь Бог Человека Меняет Все Человек Благостный Развиваем Вместе С ним Подкровенно Живи Как Определить Что Он Благостный Он Стремится К истине Он Хочет Жить По-другому Он Слушает Лекции Какие-то Вера У него Есть Жизни У него Ценности Какие-то Есть У Страстного Есть Ценности Ну Ценности У него Деньги Власть Успех Все Его Ценности У У Неверсу Есть Ценности Ну Тоже Братва Там Как По Понятиям Они Тоже На Живут По Понятиям Тоже Вот Ну Всех Есть Ценности Просто Разные Итак Сначала Как Мы Сейчас Разбираем Как Вылезти Из-за Подней Стать Успешным Человеком Жизнь Страсти Это Западня Это Морковка За которой Ты бегаешь И нет Просвета Жизнь Без Просвета Работа Дом Телевизора Работа Дом Телевизора Первое Что Чтобы Просвет Пришел Сначала И При этом Я Еще раз Повторяю Развитие Пойдет Лучше Когда Человек Развивает Качество Характером Постепенно Становится Руководящей Должность Занимает Высокое Положение В обществе Развитие Идет От качеств Человек Чем Выше Качество Тем Лучше Развитие Понимаете Итак Сначала Надо Полюбить Труд Перестать Думать О зарплате Хотя Не надо Унижать Себя Не давать Не думать Об этом Учись Думать О людях Переключись Не то Что Я Не Думаю Деньгар Я Не Думаю Деньгар Я Не Думаю Деньгар Никакие Аскизы Здесь Не Помогут Нужно Просто Свою Энергию Направить Другую Русло Заботиться О людях Учиться Любить Переключать Себя Заставлять Потому Что Человек Всегда Спонтанно Хочет Думать О себе Надо Заставляться Переключать На других Людей На работе И у тебя Закон Сохранения Энергии Включится На работе Ты будешь Уставать Отчего Усталость Возникает Очень Сильно Человек Устает Когда Он Ждет Конца Работ Это Самое Сильное Что Может Быть Устал Очень Сильно Человек Устает От Того Что Он Делает Нелюбимое Дело Любимое Дело Это Когда Счастье Обмен Счастьем Идет Обмениваешься Счастьем На работе Значит Нормально Можно На работе На любой Найти Счастье Можно Делай Доброе Дело Если Ты Делаешь Если Ты Недоброе Дело Делаешь Значит Вали Оттуда Будет Счастье От Этого Там Пиво Допустим Варишь Там Или Сигареты Продаешь Там Или Еще Что-то Такое Наркотики Распространяешь Ну Вали Оттуда Не Надо Этим Заниматься А Если Ты Дороги Строишь Там Дома Или Что-то Машины Делаешь Это Же Полезно Это Людям Нужно Все Будь Рад Счастый Делай Любовь Итак Сначала Человек Начинает Становиться Счастливым На работе У него Сохраняется Много Энергии И У него Нет Вот Этого Чувства Быстрей 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 Что такое Быстрей Быстрей Это Жизнь Будущем Она Истощает Человека Блоки Появляются Различные Когда Человек Домой Идет Он Переключается Быстрей Быстрей Нет Дум Быстрей Домой Потом Пришел Домой Быстрей Телевизор Сел Телевизор Потом Быстрей Быстрей Когда Там Чего Когда Кого Кто Поубивает Когда Все Нормально Будет Потом Быстрей Спать Забылся Быстрей 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 На работу Быстрей Там Уже Есть Человек У Некогда Там Я В Германии Помню Был На вокзале Смотрю Народ Такое Стоит Даже Этих Лальков Нет Прямо На поток Идет Людей И Там Круглый Такое Лавка Круглая Такая И Там Продают Вот Такие Стаканы Кофе С Трубочкой Большие Закрытые Чтоб Можно Было Идти И Сосать И Вот Такие Толстые Бутерброды Там Бургеры Хот Дог Там Что То Такое Вот И Он И И Жрет По Дороге Что Некогда Остановиться Даже И Там Даже Стоек Нет Просто Это Для Того Чтобы И На Поезд И Там На Поезде Сидишь Это Нормально Есть На Поезде Там Или По Дороге Жрать Даже Лошадь Когда Ест Останавливает Даже Свинья Когда Ест Останавливает Но Человек 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 Который Страсти На Который На Не Переключается Он Все Время Живет Будущим Вот Закончу Скору Стану Счастливым Сейчас Надо Пахать Вот Поступлю В институт Стану Счастливым Вот Закончен Стану Счастливым Вот Спроешь На Работ Стану Счастливым Выплачу Ипотеку Сам Человек Внуков Воспитаю Раз И Умер Жизнь В будущем Все Время Птица Счастья Завтрашнего Дня Завтрашнего Дня Прилетела Крыльями Звеня Выбери Меня Выбери Меня Птица Счастья Завтрашнего Дня Завтрашнего Дня Значит Сегодня Счастья Не будет Сейчас Счастье Что такое Сейчас Сейчас Это Сейчас Понятно Это Древнерусское Слово Означает Сей Час Сейчас Тье Что такое Это Существование Существование Сей Час Счастье Означает Не Завтрашнего Дня Птица Счастья А Сегодняшнего Сейчас Прямо Будьте Счастливы Прямо Сейчас Это Бесплатно Никому 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 Обязаны Никому Не Должны Так Сначала Человек Вырывается Из Жизни Будущим Он Перестает Суетиться Бежать Домой Бежать Идите Идите Улице Радуйтесь Людям Заставьте Себя Это Аскеза Заставьте Радоваться Людям Желать Всем Счастья Радоваться Магнолиям Радоваться Морю Заставьте Себя Когда Человек Радуется Он Наполняется Наполнение Это Успех Неуспешные Люди Какая Успешная Собачка Вот Допустим Собачку Покупает На рынке Два Варианта Перед вами Допустим Собачка А у нее Медалей Много Она Такая Очень Крутая Собачка Но Она Такая Первый Вариант Какую Купите Собачку Вторая Собачка У нее Нет Медалей Но Она Такая Хвост Убиляет Вас Увидела Какую Возьмете С медалями Или Ваф Что будете Брать Ваф Это Благостные Люди А Страфные С медалями Почему Она Ваф Вот Это Такая А Почему В чем Проблема Слишком Много Медалей Повесили Проблема В том Что Из Ней Не Гуляют Вот С благостной Гуляют Почему Собачка Счастлива Потому Что Она Питается Энергией Природы Потому Жили Животные Счастливы От Чего От Природы Они Счастливы Поэтому Собачки Всегда Гавкают Хотят На Улицу Потому Что Им Хочется Счастья Для Животных Счастья Это Природа Почему Потому Что Они Не Знают Другого Счастья А Человек Знает Счастье Природы Или Нет Нет Но Вы Знаете Потому Что Вы Узнали Большинство Людей Не Знают Потому Что Они Живут Завтра Поэтому Они Истощаются Успешный Человек Может Быть Истощенным Или Нет Это Временный Успех Что Косит Истощенного Человека У У У У У У У У Открыть Чего-то Пооткрывать Там Балкончики Какие-нибудь Шторки Там Еще Что-нибудь Чтобы Воздух Пошел Сал Видите Не может Быть Успешной Лекции Без Воздуха Нужна Природа Так Так Мы С вами Изучаем Успешную Жизнь Если Вы Не Знаете Что Переключать Переключатель Вот Вы Домой Приходите Допустим Там Темно И Вы Не Знаете Где Вы Включатель Нормально Вам Там Жить Или Нет Нужно Чтобы Свет Был В жизни Свет В темноте Жить Невозможно Когда Человек Идет С Работой И Думает О Делах О Заботах Своей Он Наполняется Чем-то Или Нет Он Живет Во Свете Или Во Тьме На Работе Живет Но Это Во Свете Жить Или Во Тьме Он Отдыхает Он Восстанавливается Этот Человек Или Нет Вы Когда Последний Раз Смотрели На Море Ну Не Видели Море А Смотрели На Море Я Надеюсь Что Вы Слушайте Мои Лекции И Понимаете Что Такое Переключатель 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 Это Значит На Три Минуты Всего Встать И Посмотреть На Море По Дороге Домой Или Просто Радоваться Людям Идти А Я Иду Шагаю По Москве Да Наверно Летний Дождь Прошел Нормальный Летний Дождь Мелькнет Торпед Внакомое Лицо Веселые Глаза А В них Влезти Садовое Кольцо И Летняя Гроза То есть Дождь Идет А ему Нравится Он Радуется В это Время Значит Человек Живет Правильной Жизнью Нравится Даже Дождь Нравится Солнце Море Значит Переключатель Работ Когда Человек Что-то Нравится В него Всасывается Энергия Когда Человек Бежит Домой Думает О будущем В него Ничего Не всасывается Он Теряет Силы Станутся Напряженным Несчастным Больным А если Человек Очень Сильно Погружается В стихии Тогда Он Обретает Огромную Силу Например Энергия Море Дает Человеку Доброту Прощение Терпение Принятие Убирает Гнев Обиду Убирает Полностью Энергия Море Убирает Обиду Вот То есть Вас Обижен На Кого Значит У вас Нет Море Внутри Вы Хоть Рядом С Море Живете Вы Не Чувствуете Море Море Вернулась Говором Чая Надо Слышать Говором Чая Слышать Рассвет Пробудить Сердце Как Друг Друг Море Встречать Сердце Как Песня Летит Из Крути О Море Придор Слышать И Немного Подареж Немного Кого Из вас Песни Напрягают Честно Поднимите Ру Песня Вам Как будто Лекцию Хочется Слушать Песня Поднимите Ру Хорошо Значит У вас Переключатель Срабатывает Что такое Песня Это Энергия Наполнения Вы Сидите Наполняете Значит Все Нормально Если Вы Сидите Где Информация Почему Так Мало Информации Значит Вы Нехто Вместо Цель Лекция Это Наполнение Батарейки Должны Заряжать На полный человек Как реагируют На события Вот Допустим Энергия Море Это Что за Энергия Энергия Прощения Доброты Принятия Спокойствия Терпения Энергия Ветра Это Что за Энергия Воли Силы Способности Преодолевать Трудности Концентрация Внимания Решимости Смелости Крабрости Энергия Ветра Энергия Солнца Это Что такое Энергия Счастья Любви Оптимизма Жизнерадостности Красоты Ответственности Это Энергия Солнца И эти Энергии Когда в Человеке Живут Сильно Он Как Реагирует На Препятствия На Беду Сражается С ней Сильно Сильная Сильная Собачка Не Вот так Сильная Собачка Сражается Преодолевает Препятствия Так Наступило Страдание Беда Человек Может с помощью Энергии Природы Победить Страдание Или нет Конечно Это Успешный Человек Он Берет Энергию Природы Выходит Из Стресса Стресс Стащает Человек Чего Не хватает Если Тебе Страх Внутри Скованность Энергии Ветра Не хватает Длительное Движение Включается В движение Ветер Внутри Разгоняет Снаружи Беди Иди Ползи Что-то Делай Длительно Долго Четыре Часа Бодрого Шага Очищает Всю Психику Человек Не Меньше Четыре Часа Непрерывно Раз Шесть Дней Надо Ходить Или Бегать Два Часа Бега Или Четыре Часа Ходьбы Воде Надо Стоять Вот Такой Вот Сейчас Двадцать Грамм Сад Вода Тридцать Пинут Очищает Всю Так Неподвижно Стоять Ну Или Плавать Воде Тридцать Пинут Воде Очищает Субсих Или Неподвижно Стоять Час Пинут Очищает Субсих Энергия Воды И неподвижное Положение Тела Одинаковые Энергия Ветра Движения Одинаковые Энергия Солнца И пост Одинаковые Пост На воде Очищает Человека Или Солнце Очищает Лес Это Спокойствие Дает Как Неподвижное Положение Тела Деревья Не стоят Спокойствие Как Подав Тоже Действует Немножко По-другому Примерно Успокаивает Горы Как Ветер Действует Силу Горцева Допустим Люди Что это За Люди В горах Которые Как Они Выглядят Понимаешь Или нет Как Они Выглядят Ты Конкретно Понимаешь Видишь Даже Микрофон Не Работает Так Они Так Сила У Ни Понятно Очень Лесимые Люди Лесительные Очень Не Не Смейся Я Тебе Говорю Нет Все Заметили Вот они Борются Там Борьбе Ведь Никто Не Может Там В боевых Искусствах Никто Там Не Может Победить Они Всех Побеждают Потому что Так Действуют Горы Они Они Дают Человеку Решимость Силу Отпаду Стойкость Концентрацию Внимание Силу Духа Твердость Стойкость А морозы Дают Да Да Морозы Это Энергия Воды Терпение Да Человек Терпит 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 И в Зочи Приезжают А потом Всех Как Пошел Мочить Воды Терпение Терпение Морозы Это Терпеливые люди Говорят Разбудили Медведя Ку-ку Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ого А где красный микрофон Итак, как выглядит человек, который Победил судьбу С помощью С помощью Природы Как Какая ситуация Как он в стрессе реагирует на все Как в стрессе он реагирует Давайте послушаем Бросила девушка Сел на сани Помчался На природу Спасаться По весне Звозный лед Как во сне Краней полет Под морозной синевой Молгородец толповой Брошено в курку Сердце на снегу Пошел Природой Наслаждаться Побеждать Судьбу Брошено в курсе Стар Брошено в курсе Понятно, да? Начинает чувствовать природу все сильнее и сильнее, и он уже радуется, а не печалится, слегка слеза уже высыхает. Потому что он наполняется энергией природы человек. Потому что он ее любит, чувствует силу от нее. Природа – это мать. А мы, когда ходим на работу с работой, мы истощаемся, мы не видим белого света. Поэтому и больные все. Дальше человек наполнится природой, научился любить труп, первая стадия. Переключил батарейки, он уже может на работе переставать жить в будущем. Или деньгами, или с высунутым языком. Как собачка смотрит, да? Ее манит она. Вот. Живи на светлой стороне. Научился радоваться на работе уже. Дальше научился радоваться по дороге домой. Научился принимать судьбу дома. Потому что есть силы. Пришел домой, там ты сидишь, да? Сзади так накувыркаешься. Идешь домой, там ты сидишь. Вань, поглянь, какие карлики, да? Какие клоуны. Вань, поглянь на акробатика, смотри, как вертится на колду. Идешь домой, там ты сидишь. Научился любить труд, научился всасывать в себя энергию природы, научился аскезам, поправил свое здоровье, простил, научился терпеть, жизнерадостным стал, спокойным. Жизнь уже пошла. Следующий этап какой? Это этап социальной силы. Когда ты уже, ну, нормально живешь, ты любишь труд. Нормальная жизнь означает, ты не упахиваешься, как и шар, и ждешь, когда работа закончится. А любишь труд, это действие внутреннее, понимаете? Какое? А мне не могу свой труд любить, сможешь. Люби людей вокруг, люби пользу, что ты приносишь. Мотивируйся этим на работе. Любая работа, она должна дарить счастье. Заставь себя быть счастливым на работе, учись этому. Потом дальше, нет сил у тебя это делать? Хорошо, начинай с природы. Делай пробежки по утрам, стой в ледяной воде, если обидно жить. Страшно жить, значит длительное движение. Несчувствуй несправедливости, неподвижное положение тела, вода, деревья. Если нет счастья, депрессняк, значит пост на воде, солнце. На солнце будь. Можно стоять в воде, с закрытыми глазами на солнце, смотреть, молиться. Какие солнце в себе, силу солнца применил. Научился энергиям этим, жизнерадостным, стал спокойным и смелым. Дальше, учись обмениваться с людьми энергией, силой. В сердце каждого человека живет Бог. И нужно научиться быть счастливым с людьми. Учись видеть в людях хорошее. Старайся игнорировать плохое или подальше от него держаться. Если нападают, защищаясь твердостью, спокойствием и добротой. Не агрессией, злобой и обидой. Дистанцией. Ни с кем не надо ругаться. Но что такое отношение с людьми означает накопление социальной силы? Социальная сила — это и есть сила успеха. Сила успеха — это не означает вырвать побольше кусок. Запомните, любой вырванный кусок всегда приводит к обратным результатам. Я разок в детстве резинку растягивал. Рассказывал вам на прошлой веке, как и резинку растягивал. Нет? Я растягивал резинку. Есть резинки, которые между плитами кладут в домах. Длинные такие резинки. Жгуты такие строительные. И вот этот жгут, он тянется сильно. И мне было 8 лет, я ничего не соображал, был ребенком. Я взял один конец жгута, мой друг взял другой. Я говорю, растягиваем. Растягиваем, растягиваем. Хорошо, дальше растягиваем. Еще растягиваем, еще растягиваем. Но он был послабее. Поэтому этот жгут, как мне в пузо, как плетел только. Я запомнил на всю жизнь, как жгут растягивать. Больше не растягивал уже. О чем я сейчас говорю с вами? О том, что если вы тянете на себя бабло, незаконно пытаетесь урвать больше себе, то это же прилетит вам пузо. Понятно? Это закон. Причем это происходит, когда ты слабеешь. Вот ты пока сильный, ты можешь на себя больше и больше денег, власти. А потом дальше небо в клеточку. Посмотрите, как заканчивают все эти крутики. Одинаковые результаты у всех. Небо в клеточку. Или в баню пошел с другом. Подскользнулся там, где-то в бане как-то подскользнулся. И три раза на один и тот же весок. И скоропостижно скончался. Несчастный случай. Понимаете? Ну так подскользнулся. Так получилось просто. Или как-то на подоконник встал, на карниз и упал. И упал просто с девятого этажа. Несчастный случай. Или на ночь сам бросился на нож. И так семь раз. Прямо в сердце. Смешно? Так они заканчивают. На вертолете погиб. Летел так, летел и что-то как-то так. Потерял управление и погиб. Почему? Потому что... Потому что пора уже сколько можно кинуть на себя. Пора и меру знать. Или ехал с телохранителями по Байкалу, и что-то машина пошла вниз на льду. Хотя там, знаете, на Байкале три метра льда. Как вот она может там вниз пойти, просто так непонятно. Вот. И все телохранители выжили, а он не смог расстегнуть тюмень. Не успел. Я в реальном случае рассказываю. Что это такое? Пришло время. Слишком много хапал. Понятно? Еще раз давайте. Это тоже успех же. Люди иногда бывают очень крутыми. Они на себя нагребли. Дальше что будет? Резинкой по пузу. Понятно? Потому что чем дальше тянешь, тем больше потом результат. Это закон. Не думайте, что я что-то придумал. Только когда ты с помощью счастья, любви и радости получаешь подарки в виде денег, эти деньги всегда тебе приносят только благо. А если ты это делаешь незаконным путем или с помощью силы, всегда это в конечном счете приносит страдания. И даже эти деньги, которые ты зажулил себе как бы вот так вот со всей силы, они даже с самого начала счастья не приносят, потому что тебе надо в напряге жить, чтобы их сохранить. У тебя постоянно их отжать пытаются. Постоянно кто-то на тебя конкурирует, кто-то что-то хочет от тебя. Идет постоянно борьба. Но если деньги получены благочестием, то вообще никакой борьбы. Вокруг тебя только добрые люди. Все тебе только добра желают. Никто тебе чего плохого не хочет. Все, наоборот, хотят, чтобы у тебя все нормально было. Еще и помогают. Понимаете, да? Страстный человек кем окружен? Страстными людьми. Невешенный человек кем окружен? Бандитами. А благостный человек кем окружен? Белыми лебедями. Хорошими людьми. Как последователи сначала надо полюбить свой труд. Потом высвобождается энергия. Ты не так сильно устаешь, когда любишь труд. Начни заставлять себя радоваться, когда ты идешь домой. Может быть, пешочком ходи. Дома, может быть, тоже пробежечки, зарядочки. Желай всем счастья. Перестань думать о плохом. Заставь себя. Если думается, переставай. Не поможет это тебе. Дальше Силы появились. Социальная дальше. Социальная сила. Что это такое? Желать всем счастья. Прощать. Помогать людям. Социальная сила, что человеку дает? Это и есть деньги. Это и есть власть. Это и есть успех. Это просто разные виды этой социальной силы. Например, если ты людям просто хочешь, чтобы у них все хорошо в жизни было. Вот кому-то помог. Кому-то помог поесть. Кому-то помог, допустим, еще что-то. Ну, помогаешь людям просто. Что дальше ты получишь взамен? Что получишь? Деньги. Деньги притягиваются с помощью вот этого настроения, заботы о людях. Нищим подаешь. Белочек кормишь. Бабушку кормишь в своем доме нищую, которая по мусорке шатается. Увидела, она в мусорке поползла. Все от нее бегают, всем противно. А ты подойди к ней. Скажи, бабушка, не надо, я тебе буду, где ты живешь? Я тебе буду приносить покушать. Все. Если она алкоголичка, то не надо. Давай ей просто пищу, не надо носить, она обнаглеет. А если просто человек побирается, ну, в нормальных, значит, помоги. Бог тебе, значит, милость дал, чтобы тебе было кому помогать, чтобы у тебя милость пошла в твою жизнь. Помогай организациям благотворительным, которые кормят людей. Если они честные, изучай, это тоже непросто. Хочешь нормально, спокойно желать всем счастья, тоже будешь помогать людям. Но именно, есть разные виды социальной силы. Например, если ты уважаешь страну, уважаешь власть, уважаешь законы, уважаешь правителей. Если они там воруют, наглеют, ну, стараешься прощать. Понимаешь, что раз Бог поставил человека, значит, так надо. Не твое дело. Уважаешь власть, получишь власть. Уважительно к старшим относишься, к маме уважительно относишься, все тебя будут любить. К отцу уважительно относятся, все тебя будут уважать. Через отца идет энергия уважения. Бог дает энергию уважения к человеку через отца. Бог дает энергию красоты человеку через мать. мать любишь будет красота будешь красивым отца уважаешь будешь уважаем на наставника если уважаешь получишь энергии бога если хочешь бога получить найти наставника святого человека уважаю бог будет действовать на тебя через него если хочешь ну богу прийти тогда старший духовно старше если хочешь к власти прийти тогда уважают правительство законы страны страну уважаю свою если хочешь к власти прийти уважай страну если хочешь близкого человека забудьте о людях близко люби их помогаем забудьте будешь ведь и мужа или жену если хочешь друзей тогда верность проявляет отношении помогают людям верным будь в отношении и придаваем это называет социальная сила мышцы это сила может могут быть мышцы такие невидимые которые привлекают мужик могут быть чего вы молчите что не знаете вы могут быть это что за мышцы это у женщины как это выглядит это вид красоты такой который привлекает любовник она от тела идет а и сердце то так красота привлекает мужа верного человек что это за красота у женщин то красота которая любит забоится о людях не ждет когда тебе забоится наоборот заботиться о друге мужская забота как называется ответственность серьезных людям окно соответственно помогаешь людям подставляешь плечо значит тогда получишь жену пора заканчивать что а у нас сейчас ансамбль будет сейчас хотите с послушать песни красивые такие